Привет с вас друзья, добро пожаловать в Destiny 2. Сегодня мы поговорим по поводу данного служебного револьвера. Он дается за репутацию. На мой взгляд абсолютно ПВЕшный револьвер, но в целом, в целом, я думаю, найдутся умельцы, которые и в ПВП им неплохо будут играть, потому что он безумно скорострельный. Давайте перейдем к техническим характеристикам данного оружия. Как я сказал чуть ранее, для получения данного револьвера вам нужна репутация. Вот она. Всего вам надо 40 репутаций, чтобы получить данный револьвер. Или это 800 жетонов. Первым делом, когда мы заходим в данный револьвер, мы видим магазин 9 патронов. 180 скорострельность. 180. То есть, это очень низкий магазин. Первым делом, мы затачиваем сразу себе дополнительный патрон. Далее, по поводу дальности стрельбы. Он абсолютно такой же. Дальность стрельбы абсолютно такая же, как у Меньшивый Зол. Но не забывайте, у Меньшивый Зол есть фугасный снаряд, который не теряет своего урона из-за дальности стрельбы. Поэтому, я все-таки думаю, что этот револьвер идет на такую полусреднюю, среднюю максимум дистанцию. Стабильность хорошая, при этом у нас есть точная рама, высокая скорострельность и высокая меткость. Поэтому, тут как бы париться по этому поводу тоже не надо. Удобство, я много раз говорил, на мой взгляд, абсолютно бесполезный талант. А вот скорость перезарядки у нас уже проблема. Но у нас есть изгой, то есть прицельное убийство в два раза повышает вашу скорость перезарядки. Помимо этого, если вы все-таки упоролись и пошли в ПВП, тогда лучше поставьте себе модификаторы. Три модификатора на кинетическую перезарядку. Либо играйте через титана огненного верхнюю ветку через металл. Она также суммируется X3. В целом, тогда у вас скорость перезарядки будет компенсирована. Это главный минус этого револьвера. Ну, магазин тоже, но мы его немного можем все-таки компенсировать. А тут же придется вот именно, либо через изгои, через прицельное убийство, либо через именно металл и дополнительные модули. Тут же вы можете выбрать, если вы, например, идете в ПВП, лучше, конечно, поставить высокоточные боеприпасы, потому что бронебойные патроны в ПВП не работают. Это чисто ПВЕ-талант. Поэтому тут уже выбирайте, куда вы собираетесь идти. Ну и напоследок, тут выбирайте либо стабильность удобства, либо дальность стрельбы. Но так как у нас высокая меткость, поэтому я и сделал ставку на дальность стрельбы, а не на стабильность. В целом, это хороший револьвер. Я, честно говоря, не ожидал, что он будет прям вот такой, вызывать массу положительных эмоций, которые у меня были, когда я его только получил. Это было вчера. И начал с ним играть. Мне он очень понравился. Правда, очень быстро заканчиваются боеприпасы. Имейте в виду. В целом, в целом, я всем советую иметь данный револьвер. Если он, по крайней мере, вам не понравится, то так побегать, пофаниться очень даже ничего. На этом у меня все. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на группу, на канал. Пишите комментарии по поводу этого револьвера ниже. Всех благ, друзья.